окей привет всем тем кто присоединился к тем кто будет смотреть записи мы продолжаем после некоторого перерыва который был связан с тем что мы разбирали материалы связанные с осенним праздником по книге был от мой трава шерфи возвращаемся к нашему стандартному расписанию по иом решон а именно один раз то есть вообще это занятие понедельным разделом один раз по соответствующей статье рава хана аппарата один раз а на другой раз мы продолжаем статью статью рава хана аппарата к недельному разделу трома который называется нам еще пыли оля что можно ну как бы так подсрочно перевести действительно сидел и сидел на мне очень правильно сказать на обитал всевышний на земле как бы некоторые цитаты вот мы остановились по моему на этом месте и мы как бы тогда отсюда сейчас так ну название я наверно не прочту это рамейская лэш темуде как то так получается пока оставим там в дальнейшем насколько я помню более-менее понятно понятно что это такое да хорошо так на куда-то а муца лэйт мудэ дуд им а шела ну как бы сказать пункты пункты вот этот вот по исходная точка исходная точка как бы находится вот в этом лэйт мудэ дуд как бы ну в проблеме вы как ты да 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 проблема с с в этом самом поправа с вопросом да вопрос значит аумнам ешев ким аля раз поистине обитает ли бог на земле так на уца бэйт бэйт бонэ нут бэйм и гама так на уца опять же на воткнуто вот находится мы пьем по-русски но вообще она воткнута в понимание цели магома айлокит шэбээцэм абрия значит как бы понимание божественной цели которые в шэбээцэм по сути в сути творения по сути творения в общем понимание сути сути творения имя это ввиду зачем видимо за чем все это было вообще Как-то так. Как-то так. Прошел арамейский текст, но я его не читаю. Ну, приблизительно. У Барата Шамая Веара. В смысле, у Барата Шамая Веара. Это как бы мы понимаем. А вот дальше вот это знаменитое слово. Лаштамуда. Но для того, чтобы проявить себя. В общем, такая идея. Ну так, потом да. Ну да, как бы идея такая, да. Так, ну можно сразу Таргум. Перейти к Таргуму, я думаю. Я думаю, да, да. Ну как-то не пострадай. Ну да, мы будем. Так, вот Таргумо. Таргумо, значит, перевод его. Да. Значит, из создания небес и земли и всего. Только здесь это как бы глагол у Барата. То есть сотворил. А, Барат. А, создал. Создал все. Сотворил все земли и земли. Все живое. Все живое. Все сущее во вселенной. Да, да, да. Итнаагу, Итнаагу, Айльюним, 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 Айятохтаним. Да. Чтобы, ну как бы, и узнает, или будет известным, или будет известным. Да. Как поведут себя высокие и низшие, как-то так. Да. Вэйх, Итваду, Айльюним, Айльюним, Айтох, Айтохтаним. Ну да. И как проявится, проявится высшее из низшего. В низших. В низших. В низших. В низших. В низших. Да. Ну, из-за... Через них, как бы. Через них. Хорошо. Да, да. А, Валь Эйн Миши, да? Бах Клаль. Бихлаль. Однако нет, как бы, того, кто бы узнал это все полностью. Да, ну, видишь, это всегда такой перевод дословный. Он получается, как бы, корявный. Ну, ты же она правильно перевела. По-русски поем, да, вот эта фраза. Амаль Эль Миши, Йо, Де, Бах Клаль. И никто не знает ничего, поверь. Ну, вот, как бы, такая. Ну, никто не знает всего этого, да. Ну, да. Все это тайно, и никто не знает все равно этого. Ну, да. Так, хорошо. Вэбахэн. Рибуны шэллам. Шээйн ми шээда. Буклаль. Да. Так. Миштотэк. Да. Ливада. Ливада. Лорак бэлью ним. Элагам батахту ним. Правильно. Бэлэбот баэмэт. Шхина то. Правильно. Так. Поэтому Господь миров, шээн мио дэ, дальше которого, которого или что, которого никто не знает, никто не познал, возжелал проявиться или явить себя не только в высоком, высшем, но также в низшем. Да. И проявить леглот, и явить в них, в этих самых, в низших, явить в них мою шхино. Ну, шхина... Да, свое как бы присутствие, да. Проявление присутствие. Лэма... Лэмаан иску... А коль... Лэкервато... Вэйхлу... Бэдраха. Правильно. Что бы, значит, удостоились все или все его близости, видимо, кервато... Я думаю, все. Я думаю, все. Достоились все его близости, и как бы льху пошли бы и пошли его путями. Ну да, то есть как бы общая обстановка вопроса, к чему вообще Всевышнему низменные земные дела? Он как бы наверху, мы связи никакой нету, он наверху, мы внизу, ему до нас, как бы, дела, грубо говоря, нету. Зачем вообще связь между... Должна быть между верхними и нижними? Никакой связи нет. И тогда про... Вот эта вот идея Аштадмудда, да, Шиеваду. Идея в том, что Всевышнему важно, чтобы верхние проявились в низших. Для чего? А вот тут вот как будто это вот в конце написано. Имаан, Иску, Акойла, Кервато, Милхуб и Драхам. Для того, чтобы все удостоились познать, удостоились его близости и пошли по его дорогам. А для этого надо, чтобы он проявился в нише. Если он проявляется в верхних, то ниже, тогда они не могут как бы приблизиться к нему и пойти по его дорогам. Ну, вот, как бы, все, повинно, такая идея. Дальше. Так, ВЭТА. Да, так, СИХАВЭАТА. АТА, СОВРУ. МАРЫХУКА. СОВАНА ЗУ. МЕШКАФАТ. ОЛМА. ОЛМА, да. ОЛМА, ШЕЛЬ, ОЛМА, 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 ОЛМА. Ну, да. А теперь смотрите, взгляните и посмотрите, насколько, как далеко это понимание от взглядов вот этого ОЛМА, каких-то мирских. Ну, мировоззрение, взгляды. Как бы мировоззрение, на самом деле. Мировоззренческая концепция. Концепция, да, греческой философии. Аристотелец, значит, философия Аристотеля, АШЕР, АЙТАМЕР, АТМАРА. АШЕРА ИТЬЯМРА. ИТЬЯМРА. ЛЭДЕВЕР. ЛЭДЕВЕР. Ну, это просто ЛЭДЕВЕР. ЛЭДЕВЕР, который ЛЭДЕВЕР, АГВА, ГВА, 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 ГВА. Да. АЛЬМУСАГЭЙ. АЛЛОКУТ. Правильно. АЛЛОКУТ. ВЕЛИКБОА. НХРАЦОТ. НИХРАЦОТ. Да, НИХРАЦОТ. И ИНКЕШЕР. Вот это ДУСИТРЕЙ. ДУСИТРЕЙ, да, ДВУХСТОРОННИЕ. ДУСИТРЕЙ, БЕЙНЕ, ЛУХИМ, ВЕЛАДАМ. Да, отлично. Значит, греческая философия, которая утверждала, что... Вот ИТЬЯМРА, ИТЬЯМРА, это которая претендует. Как бы претендует, да. Которая претендует, как бы претендует сказать. Ну, ГВА, ГВА, в смысле, она сильно закладывается. Как-то слишком высоко. Ну, как бы она... Как мы сказали, это самое ИТЬЯМРА... Претендует. Да, претендует, претендует. Говорит как бы высоким слогом. И вы предпочитаете, говори, претендует как бы на высокое понимание. ГВА, ГВА, это человек, который как бы, ну вот он напендривается тем, что он может как бы сказать все. Ну, понятно. Да, да, да. То есть, высоко заносится и говорит, ну, Мусагэ, Мусагэ, Айлуки, ну, как бы говорит о божественном, говорит... Ну, о понятиях божественности, скажем так. О понятиях божественности и утверждает. Утверждает ли Бог, как бы устанавливает, устанавливает. Нехрадсуд как-то резко очень. Нехрадсуд это как бы решительно, однозначно. Резко утверждает, что нет связи двусторонней между Богом и человеком. Ну да, то есть, ну, если это действительно так, то аристотическая философия говорит, что нет двухсторонней связи. То есть нет связи между верхними и нижними. Окей? Я не знаю, я, знаешь, я не читал. Я аристотическая, честно говоря, не читал. Не знаю, но раз оно пора говорить, наверное, это близко к тому, что действительно так оно и есть. Окей. Так, так. Хорошо, давайте теперь у нас Арслан. Ну давай, да, Арслан. Арслан, ты с нами? Да, да, я здесь. Ну давай, попробуем дальше. Да. Да, можно перевести. Биту – это выражение. Ага, выражение. Так, так. Совершенное выражение, да? Нет, тамцити, тамцит – это резюме. Это резюме, выжимка. Ну или, так сказать, короткое выражение. Короче говоря. Ну, типа короче говоря. Говоря вкратце. Говоря вкратце. Да, вот краткое, да, вот краткое. Краткое выражение. Лэмдаф философит зу. Это состояние этой философской? Это философской позиции, да. Краткое выражение этой философской позиции. Дальше. Шем. Сам. Сам. Так, я не знаю, как это. Раф. Саф Раби. Раби Юда Аливи. Сам Раби Юда Аливи. Бефтах. 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 Сефер. Хакузовик. Правильно. Бефик шель хакилософ. Ну, давай, может, переведем. Ну, вот краткое выражение этой философской позиции. Ну, сам установил, установил, положил. Раби Юда Аливи в книге из Кузыри. В начале, как бы, в Бефтах, в начале книги Кузыри, да, вложил куда? В уста кого? Философа. Там же, как бы, есть, ну, вот этот царь, да, кузарский, а есть философ, с которым он общается. Вот этот философ. Дальше. Амыцик. Кузар, да. Эт Икарей. Амонато, да. Вот этот философ, который что делает? Ну, как бы, представляющий, презентер, да, представляющий перед царем, кузарским, да, основой своей веры. Основой своей веры. Каре Амонато, философской веры. Ну, вот этот цитат, Амар. Амар, философ, сказал философ. Как это перевести? Эйна, эйлога, макирутха. Нет божественности, да? Ну, эйна, эйлога, макирутха. Всевышний не знает тебя. Но в том более, как бы, простой перевод, я думаю, такой, что Всевышнему нет дела до тебя. Он еще знает. Ну, нет дела до тебя. Дальше. Вейно. Каванадха. Умасэйха. Вейно, эйлога, каванадха, умасэйха. И он не знает твоих намерений и твоих действий. Правильно. Он не знает твоих намерений и твоих действий. Чего на проэль на кии? Киху маале. Да. Маал, да, маал. Маал. Маал, кол, 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 редсон. Вейкована. Рекована. Умэромэ. Да. Мэромам я думаю, да. Мэромам я думаю. Да, ми. Мидиат. Да. Замечательно Почему ему нет дела для тебя И почему он с большой буквы Не знает Про твои мысли, про твои деяния Почему? Потому что он Он стоит выше Да, он превыше всех Всего любого желания Любого желания, любого наобедения Окей, дальше Ум и румам, не едят И возносит Ну, да, это как бы пассив И находится свыше опять Мы румам, в смысле высица По-русски, да, и высица Да, и находится свыше чего Не едят, обратим вам не штанин От знания частного Ну, от знания, я думаю, меняющихся Дословно Деталей От Ну, я думаю И он выше Идея такая Он выше Бесконечно Меняющегося мира То есть он Неизменный Он вечно существующий А мир, который Под ним Он Миштане То есть он все время меняется Руки ползают по стебелькам Листья падают Все Каждую секунду происходит Миллиарды, миллиарды, миллиарды Каких-то таких изменений В любой точке жизни Биологической, небиологической То есть во всем происходят всякие изменения А он Он выше всего это Ему до этого нет дела Правильно? Такая идея И ты на уровне Как бы Ты в смысле человек Ты на уровне Не знаю Жука-червяка Который тоже где-то такое ползает Что-то такое делает Люди все копошатся Они что-то такое делают У них есть каванот У них есть рационот А он выше всего этого Ему до этого нет дела Ну вот Как бы такая идея Вот это вот Хорошее Ну то есть не хорошее А важное слово У нас тоже оно где-то встречалось Миштаним Миштаним это переменные И соответственно Математики То же слово Миштаним Это переменные Вот А Однокоренное Или близкое к этому слову Натун Или нетуним Это данные Ну вот Нетуним Миштаним Это переменные данные В данном случае Слово как бы Против Миштаним То есть все время Меняющаяся картина А он выше Всего этого Ему до этого дела Нет Зачем Вникать В бесконечно Меняющуюся картину Мира По-моему Как бы идея такая Это то что Говорит философ Дальше Балашон Балашон Синерит Да Ломар Шефа Философит По-аристофелит Да Бекша 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 Вот это вот Опять такая ситуация Когда Это Ну вот Общая Общая Как бы задача Литгар На иврите Чтение Негласованного Текста По простому Смыслу Вот это вот Слово Да Бек Кув Шин Гей Можно почитать Бакаша Бакаша Пишется ровно Точно Самое С другой стороны Только по смыслу Можно Как бы Понять Что здесь Бекша Ну потому Что как бы Это Как это Называется Сказуемое Правильно А подлежащее Это философия Аристофелия Потому что Как бы Если ты переводишь Как бы Каша То это слово Вылетает Оно не соотносится С предыдущим Поэтому Поэтому Человек Который Как бы Ну скажем Видит фразу Целиком То он Как бы У него Сразу Естественно Переводится Это как Бекша Потому что Иначе Это слово Вываливается Из контекста Да Бекша Что сделать Бевоот Бевоот Ну Как бы Мы говорили Бейта Это Поэтому Здесь в кавычках Стоит Бейта Это такой Кик То что называется По-английски Это Такой Удар Удары Ну я не знаю Какие еще Синонимы Слова Удара Да Ну не пощечина Конечно Но типа Удара Толк Тычок Был Такое Слово Да Вот Тычок Такой Вот Это Ливоот Пальц В кавычках Да Бейлуим Бейлуки Челески Клопей Мало Мало Да Может переведем Да Значит Итак Балашон Сиорит И там Лумаша Философия Аристотеля Бекша Ливот Бейлуин Клопей Мало Как перевести Ну как бы Выражаясь Выражаясь Образно Скажем так Да Нитан Ломар Ну можно сказать Просто дословно Можно сказать Что Можно сказать Что Философия Аристотеля Да Аристотельская Философия Бекша Ливот Ну В данном случае Бекша Это как бы Просила Но по-русски Не просила Она Бекша Ливот Она Выбивает В кавычках Бейлуим Выбивает Элуим Выбивает Бога Наверх Или Или как бы Перемещает Ну да Ливот В смысле Да Она Ну как бы Выбивает Его Наверх Перемещает Его Наверх Перемещает Это Как бы Далеко От Подсрочного Перевода Ливот Это дословно Как бы Выбить Она Выбивает Бога Наверх Окей В смысле Не оставляет Его места На земле В этом как бы Идея Дальше Выбивает Ливот Ахар Эк Вот Хар Кавот Ливит Лордим Лорде Да И как бы Отослать Его Куда Ну я думаю Что Ахар Кавот Ливит Лордим Это что-то Типа Отослать Ио На почетную Должность В Палату Лорда Ну как бы Отвести Ему Некоторое Удаленное Почетное Место Где сидят Люди Как То что По-русски Называется В башне Слоновой Кости И они Им Что-то Нет Дел Для того Что Происходит На земле Как бы Такая Вот это Такое Нассказание Такая Метафора Или Лошон Цилюри Тоже Написано Лебаль Лебаль Лит Аре Правильно Бепоаль Да Да Правильно Лебаль Это как Ло Тоже Одна из форм Но может быть Более высокое Слово просто Ло Лебали Наверх Да В некоторую На некоторую Уважаемый Почетный Престол Трон Называется Здесь Дом Лордов Да Или Палата Лордов По-моему Это называлось Для того Чтобы он Не вмешивался В Реальность Происходящего На земле Окей Дальше Кама Югара 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 Тоже Такое Слово Тоже Трудно Трудно Читать Потому что Много Кама Югара Да Ягир Есть такое Вот такое Слово Ягир Это человек Который Ну Сильно Выпендривается Скажем так Кама Югара Это человек Очень сильные Претензии То есть Вот может быть Если было Такое слово Претензионное Вот Югара Это претензионное Когда человек Очень-очень Сильно На что-то Закладывается И как бы Ну как И по-русски Претензионное Звучит Человек Как бы Ну нет оснований Для того Чтобы как бы Вот Претендовать На что-то такое Вот Югара Это то же самое Кама Югара Вы Кама Правильно Да Как перевести Кама Югара Вы Кама Худспа Не Дрешет Легиша Зо Ну Сколько Претензий Сколько Наглости Ну Как бы Требуется В таком Подходе В таком Подходе То есть Насколько Наглый Претензионный Такой Подход Да Дальше Это мы сказали Да Сколько претензий И сколько Наглости Ну как бы Содержится В этом В этом Подходе Каком Амит-Ям-Эрэд Который Ну опять У меня Вылетел Из головы Амит-Ям-Эрэд Которая Претендует Да Претендует Вот им Который Претендует Да Который Претендует Сделать Что Лагдир Определить Это забор Ну вот Когда человек Что-то огораживает Он так Его и определяет Для того Чтобы Определить Это Эллоим Который Претендует Для того Чтобы определить Как бы Боа Чем Беамот Меда Эношиот Ну Человеческими мерками Грубо говоря Амот Меда Это как бы Мерка Да Человеческими мерками Дальше Велик-Боа Беазут Мецах Еска Да Ну да И вот Который Претендует На то Чтобы Определить Бога Человеческими Мерками Да Велик-Боа И установить Скажем так Беазут Мецах Ну как бы Дерзко Установить Что Что нет О А дальше Как бы Это эпитет Из Так можно сказать Божественности Что нет У Великого И Вознесенного Незгав Это Вознесенного Да Сиг вы сих У него нет Никакого Ну грубо говоря Диалога Сиг вы сих Это диалог Сих это Разговаривать Да Ду сих Это беседа Сиг вы сих Это некоторый Диалог Да Определить Что у него Нету Никакого Диалога У него Нет никакого Как бы Связи Да С чем И Макатар С С Мелким Но Мелкий Это как бы Человек Это неизменный мир Да Алу В Хадаль По-моему Нет Самое Да 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 Алуф Эката Ну тут Как противопоставление У нас есть Гадоль Венезгав А дальше Алуф В Хадаль А Гадоль Венезгав Соответственно Это Великий И ну скажем Вознесенный Вот А Алуф В Хадаль Это соответственно Ну алуф Это Несчастный Низменный Как угодно Это все Как бы Все Антонимы Высокого Да То есть Он Низменный И Хадаль Доже Какой-то Такой В общем Ни в чем Как угодно Да В Лешалем Лешалем Шохем Бигвогей Миромин Правильно Пратим Ктанем Да Дальше Опять Улэ Шалем Ну Повторение Так же Гадоль Низгав Шалем То есть Усовершенного И усовершенного Опять Это один Из как бы Эпитетов Бога Божественности И Усовершенного Который Что Шохен Бигвогей Миромин Который Обитает В Ну не знаю Высоких Высях Что-то Типа Этого Да У него Что у него Нет У него Нет возможности Заниматься Чем Ну Мелкими Деталями То есть Как бы Здесь Мне кажется Делается Как бы Обратный Ход Ну скажем Мне кажется Логика Такая Аристотель Наоборот Возводит Бога Очень высоко Говорят Что он Такой Высокий Что ему Нету Дел Того Что происходит Внизу И Никакой Связи Нет Ну а Как бы Ханан Парад Переворачивает Это И даже Не Ханан Парад Следует за Книгой Кузарь Он как бы Переворачивает Это Говорит Наоборот Что тем самым Когда Бога Киви Яхоль Как будто Отсылают Наверх Тем самым Как бы Говорят Что у него Нет возможности Отслеживать Все мелкие Детализации Картины Которые Происходят В низком мире И тем самым Как бы Ну Принижают Принижают Его возможности Его с большой Буквой Да Почему Потому что Если он Все видит Если он Все знает Все происходит То Как бы Предполагается Что у него У Бога У него Есть возможности Которых У человека Нет А когда Его отправляют Наверх Говорят Ну разве Ему Есть дело Да все Что-то Происходит В каком-то Смысле Его сравнивают С человеком И говорят Как человек Не может Следить За тем Что все Происходит На земле Ну так И Бог Не может Только что Говорят По-другому Ему просто Нет до этого Дела Но как бы Это можно Посчитать Так Что на самом Деле Митьям Рим То есть Как бы Претендует На то Чтобы сказать Что у него Нет возможности За всем Этим И следить Ну мне кажется Как бы Такая идея Окей Перевозвращаемся Вот на Кане Ай давай Ашкафат Так Сейчас Вот где Красная Точка Так Ашкафат Аллам Айгудит Лаумат Лаумат Зот Меламедет Меламедет Утану Бдию Айфах 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 Давка Давка Рибона Шерлам Агуа Агуа Миколь Гаво 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 Агуа Миколь Гаво Агуа Специально Именно Конкретно Всевышний Господь Мира Как бы Превыше Выше Выше Всего Возвышенного Самый Высокий Ну да Это тоже Один из таких Принятых Образов Самый 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 Высокий Хотя он Вообще Выше Всего И самый Высокий Машпиль Мабато Лерот Это Протей Киртей Протей Это Киртей Протей Взгляд Его Взгляд Его Как бы Опускается Или опущен Он опускает Машпиль Мабато Опускает Свой взгляд Чтобы увидеть Как бы Самые Детали Ну да Всю детализацию Да Вот это Вот какая Цитата Махшават Писа Ну тут В скобках Написано Эн Махшава Эн Махшава Туфесет Бо Клали Значит И действительно Нет Ну нет Мысли Которая Может Как бы Охватить Его Ну да Мысли Его Не охватывает Его мысли Ругам Зе Так Опять же Эн Маком Панух Мемену Нет места Как бы Ну как сказать Свободного От его присутствия Ну как-то так Скрытка Свободного От его присутствия Да Вашхинато Шура Или Сура Да Сура Бэльюним Овэ Тахтуним Гамьяхат О А его присутствие Вот Шура Или Сура Шура Шура Присутствие Его как бы Ну Оно обитает Опять Я думаю Обитает Обитает Как в высших Так и в нижних Как бы Одинаково Ну Вместе Вместе Одинаково Вместе Да Да Все правильно Бекур Битуй Якар Летованазу Мацуй Бэ Гмара Да Шалэ Еще какое-то слово Шалэ Это Я думаю В конце А Масахет Магила Ну Это Это Битуй Якар Важное Важное Утверждение Это Важное Утверждение Для Понимания Златована Понимание Этого Находим Находится В море В Трактате Магила Да Амар Раби Йохан Кой Маком Ша Там Муса Гду Лато Шель Маком Вот Хитрая фраза Каждое место Которое Ты находишь Высоким Которое Ты находишь Величие Бога Величие Всевышнего Маком Это же еще Для Обозначения Для Всевышнего Которое Великое Великое Для Всевышнего Шамата Муца Анветануто Там На этом Видимо Там Найдешь Ты Скромность Его Восмирение Правильно Там Где Его Величие Там Его И Скромность Да Правильно Эти слова Написаны В Туре И как бы Шаной Тут в данном случае Видимо Тут некоторая игра Потому что Шаной Шаной Это как бы Повторяется Дважды У пророков И потом Трижды У Писаний Правильно Да Так Вэахэн Апасук Ашаной Бенавиим Мэир Некудазу Бэ Берот Раба Правильно И значит Поэтому Вот это вот И действительно Вэахэн И действительно Эти слова Что Повторяются Пророков Освещают Точку Эту самую Точку Эту самую Бэ Ну как бы Очень сильным 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 Ясным Ясным Большой Ясным Совершенно Полностью Сейчас Вот идет Цитата Из пророка Шаягу Правильно Мы ее Прям найдем Она у меня Вот она у меня Здесь есть И коамар Раба Неса Шухэнат Вэкадош Мо Маром Вэкадош Эшкон Вээт Дака Ушфаль Руах Лэ Ахайот Руах Шэ Фалим Правильно Вэллах Лэф Ниткаим 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 Да Это Шаяг 57 16 15 И так Ибо так Говорит Возвышенный И превознесенный И существующий Вечно И святое Имя Его Правильно Значит Вместе Высоком Я обитаю Вместе Высоком И возвышенном Да Но я с тем Кто сокрушен И смирен Духом Правильно Чтобы оживлять Дух Смиренных Оживлять Смиренных Смиренных Да Ну тут Как бы Все слова Понятные Смысл понятного Понятного Просто так Красиво Ну да То есть Как бы Получается Такая Ну не знаю Тихотомия Или как это Обратная Картина То есть С одной стороны Он Бог Высокий И превознесенный И недостижимый А с другой стороны Это все Для чего Для того Чтобы Вот Поддержать Униженного Духом И Да Шфалим И для того Чтобы Оживлять Сердце Униженных Подавлений Униженных И оскорблений Да Да Окей Аумнам Йешеф Элуким Это Адам Алярад Значит По другому Поистине Воистину Обитает Бог С человеком На земле Ну вот Обратите внимание Что Сейчас будет Объясняться Тут разница Сочнее написание Казалось бы Очень маленькая А именно Сейчас перелистываю Наверх Если вы Посмотрите Здесь Здесь Вот Амнам Ишеф Элуим Алярад Отличие Этой фразы Это Адам Это Адам Алярад С этой фразой Это Вот Это Вот Эт Это Вот Эт На самом деле Сейчас нам Будет Все Объяснять Так Барам Барам Гам Лаахар Только Может быть Постараемся Перевести Вот Заголовок Этого Параграфа Ну Я перевела В отдельный Лей Читают С человеком На земле Ну Да Вот Это С С Человеком Обитает И Бог Человеком На земле Это Все Объясняет Да Так Барам Гам Лаахар Шемат Ми Адам Бе Тода Тода Ато Аш Кафат Лам Зу Ам Макира Беш Гахат Ашем Идбарех Альгадольвы Катан Там Я Да После того Как Ну Как бы Матмен Я думаю Усвоил Как усвоил Человек Да Ну Или Однако Даже Если После того Что Матмен Человек Усвоил Человек Усвоил Правильно Да Усвоил В себя Человек В свое Сознание Когда-то В своем Сознании Ашкафата Вот это Вот взгляд Мировоззрение Нет Ашкафат Ашем Это просто Вот все Что мы Говорили О том Что Ну вот По вобракам Своем сознании Вот этот взгляд Ашкафат Нет Сейчас Секундочку Одну секунду Просто Это вот Ашкафа Ашкафа Это как Божественное Проведение Переводит Ну как Персональный Надзор Обычно Персональный Надзор Правильно Вот это вот Ашкафа Это Некоторые Термены Вудаизме Очень важны Которые В принципе Вот в этом Слове Ашкафа Заключено Все то Что мы Разбирали До сих пор А именно Вера в Вудаизме Или положение Вудаизме О том Что Всевышний У него Есть Ашкафа Ко всем Нижнему То есть Грубо говоря Он да Отслеживает И он да Занимается И ему да Есть дело И это все В слове Ашкафа И это слово Распространено В современном виде Тоже Например Человек Который Отвечает Наблюдает За кашрут В питательных Заведениях Он называется Можге Это вот От слова Ашгаха Да Ну вот Ашгаха Аташем Это вот Божественное Ну Это не проведение Это божественное Знаешь Как по-русски перевести Как бы Отслеживание Божественное По-русски перевод Обычно Божественное Проведение Ну Проведение Да Окей Хотя Проведение Немножко Ну Не в данное Самое Божественное Проведение От слова Взгляд Видение Да Наверное Да Проведить То есть Прямо Да Так вот Здесь как бы Говорится о том Что даже Если человек Или однако Или даже Даже если человек То есть тут есть Некоторое противопоставление Даже если человек Он как бы Принимает Такую точку зрения О том Что Да Существует Ташгаха Да Всевышний Благословен Он Над кем Над малым и большим Вместе Адайн А вот это вот слово Адайн Тем не менее Аня Да Я тут Да Тем не менее Вот это вот Однако Вот это вот все А потом Тем не менее Да Да Ну да Вот он Когда человек Все это усвоит Это мировоззрение Касающееся Божественное Проведение Что для него Для Всевышнего И большое и малое Как одно Да Как вместе Так Это вот слово Тиховая Тиховая Киюмит Ишит Ну да А все еще Сложно ему Как это усвоить Ну Признаться Или Признаться Признать Ну как Признать себе Или себя Над собой Что-то Признать Что Вот это вот Существует Что Халая Тиховая 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 То есть Как бы Признать ее В качестве Ну как бы Реально Существующего Персона Человек может Сказать Да Действительно Я признаю Что есть Ашгахат Всевышний Он все знает Но при этом Ему трудно Предположить Ну что Всевышний Действительно Действительно Занят его Помыслами То есть Человеком Что-то Произошло Да И Ему трудно Предположить Ну что Это от того Что Всевышний Действительно Это как бы Мною занимается Он же такой Великий У него Как бы Грубо говоря У начальника Столько дел Ну какое ему Делать до меня Хотя в принципе Он может предполагать Да Действительно Он Теоретически Он действительно Все знает Все видит Все прочее Ну наверное До меня Ему нет Никакого дела Кто я такой Вот это вот Дальше Дальше Вэу Вэу Туа 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 Туэ 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 Бэйно Вэвэйна Цно Да И он И он Удивляется Да Он сам себе Удивляется Потому что У него И между Между ним И собой Или между Ну сам себе Это тоже Бэйбэй Сам себе Удивляется А про себя Сам себе Удивляется Вэумнам Йешеф Элухим Ити Вот слово Яазин От слова Озан Слушает Правильно Действительно Ли обитает Бог Со мной И слышит Ну как бы Мои горести Мои горести И слышит Мои горести Ну кто я такой Как бы Чтобы он Слышал Мои горести Грубо говоря У начальника Хватает забот Это такая идея Окей Дальше Вэйне Рау Зэ Рэу Это как бы Это повелительное Да Посмотрите Посмотрите Какое Какое чудо Да Да Вот посмотрите Какое чудо Да Апасук Амакбиль Нэшалат Да Шлема 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 Господи А Шалат Шлема Бамлахима Какая Там Какой-то И вот Этот Как бы Параллельным Амакбиль Параллельным По сути К вопросу Шлема В книге Малахима Первой книге Малахима Правильно Так Яумнам Еши Фалухим Аляра Вот это вопрос Это Шейлат Шлемо Это Шейлат Шлемо Царя Шлема Когда он Построил Храм Да А на него Есть Нехтар Ответ Шлейлат Шлема Да Носфу Бесефер Девреямим Бет Ваф Ютхэт Штэмилим И Аумнам Ешифа Луким Это Адам Аляра Да Значит Добавляется Добавляется В книге Значит Девреямим Добавлен Во второй книге Девреямим Добавлен Добавлено Два слова Добавляется Два слова Еще Да Это Воистину Обитает Бог Человеком На земле Вот человек Вот это Разгадка Это Ответ На вопрос Шлемо Это Адам С Человеком Человеком Ваштэмилим Элэ Хоф Хоф Эт Атмиа Шэбэ Пасук Лэтмиа Шэйи Миткоем Да Так Эти два слова Переворачивают Наверное Да Перевращивают Превращают Я думал Превращают Это удивление В Пасуке В Тмиаши Ну Тмиаши Миткоем Это удивление Она существует Она Вот это Не буду Ажгаха Видимо Она действительно Существует Ну да В какую-то Некоторую Реальность То есть Вот эти Вот Эта Адам Отвечает На вопрос Который Задавал Шло Муамелла И Превращает Его Вот Эта Тмиа То есть Вот такое Очень сильное Удивление Превращают В Удивление Которое Существует Как бы Реально Существующую Действительность Хочу сказать Что Вот это Эд Эд Это Тора Это часто Часто Повторяется Но Немножко Во-первых Мы знаем Что В самой Торе В Хумаше Да Это Элуким То что Сказано Про Ноха В Нохе Ходилы Ходилы Холеха Холеха Да Вот там Эд Это тоже Сы С Богом Ходил Нох Да Вот и поопирался Да А например Своеменно Вы видите Когда говорят Вот я не знаю Как это по-русски Например Если есть Фирма Которой У него Владельцы Хаймы Моши Хаймы Моши ЛТД Да Предположим Вот такая фирма Да А на иврите Это будет Хайм Эд Моши Вот Таких Для Такого Употребления Именно слово Эд В названии Фирмы Когда там Кто-то И кто-то И написано Коин Эд Банах То есть Некто Коин И сыновья Вот это вот Эд точно Такое же С То есть Можно было бы Сказать им Потому что Им это тоже С Правильно Но Вот например Название в фирмах Не делается так Как говорится Эд И здесь Тоже вот это вот Слово Эд Что можно было сказать Им Правильно Но тем не менее Эд несет Некто другую Смысловую Нагрузку Мне кажется Что это не столько С Как связь Физическая То есть У Аллах Например Им Не знаю Им Моши Он пошел С Моши Как она говорится У Аллах И то Можно сказать Он пошел С ним Но это по-видимому Может быть Какое-то больше Концептуально Ментальное Пошел с ним Что ты пошел С ним По одной Дороге Например А не в смысле Что он пошел С ним Что он держался За руку Но отличие На самом деле Слабое Это же Сумерное И то Это тоже Практически Это как им Но опять же В названиях Как вот фирмы Так не говорится Им А говорится Именно это Коэн Эдбана Ну хорошо Дальше Так Арслан Теперь у нас Ну Арслан Да Пуэштей Арслан Ты с нами Да Да Но это Прочитали Штейхамерин С нового Апсорса Шуал Следующая Следующая Срочка Шуал Я еще Это хотел сказать Что Эд Это как бы Предлог Винительного Поддержажа В современном Европе Тоже правильно Тоже правильно Да Тоже правильно Тоже правильно И это тоже Все где-то Связано Потому что Эд Вот Оно привязывает Одного слова К другому Да Все правильно Окей Шуэль Можешь читать Я читаю Я прочитал Не слышно Аслан Слышно меня Что-то я не слышу А сейчас Подождите Секунду Я у себя звук Не пищу Слышу Шуэль Адам Шуэль Адам Это Ацмон Белет Косэ Да И спрашивает Человек Сам себя Сердце Ну Косэф Косуф Это Белет Косуф В смысле Затаенным Желанием Я бы сказал Вот так Потому что Сэф Сэф Аумнам Ну да Живет Всевышний С человеком Ну Сидит Дословно Но вообще Правильно Скина Обитая Действительно Обитает Всевышний Вместе С человеком Или Рядом С человеком Ну Дословно В общем Если переводить То это С человеком Да Да То есть Находится ли он Рядом с ним Грубо говоря Убээд Ницукатто Да Арихо 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 Носэ Эйнаф Да Леншмах Ашухнат Ашуххенет Бехадрэй Либо Правильно Унешив Эль Напшо Да Убэд Мцукатто Арихо Носэ Эйнаф Эйнаф Эйнашамах Да И Вовремя Его горести Ну Даже Горести Во время Ну да Во время Беды И несчастья Я бы сказал Да Ну как бы Горесть Уже Это Не дай бог Конечно Это то Что У человека Как бы По поводу Случившегося А здесь Он надеется Почему Надеется Что это исправится Поэтому Бэтмэцукатто Да Во время Как бы Несчастья Или невзгод Арихо Ведь он Арихо Это ведь он Или просто он Ведь он Сэйнаф Чтобы К пониманию Не-не Он Носэ Носэ Воздевать Или как это Возносительные Глаза То есть Возводит Глаза Куда Ленешама Ашохэн Бхадрэйлибо К душе К душе Которая Обитает Да Которая Обитает Внутри Его Сердца Ну вот Хадрэйлибо От слова Хэдр Это как бы Квартира Но по-русски Не сказать В квартирах Его сердце Но хадрэйлибо Это внутри Его сердца Обращается Внутри Себя Смотрит Обращается К чему-то Внутренному Себя Зает Внутренний Вопрос Да И спрашивает Эль-Навшо У Миши Эль-Навшо И спрашивает Своё Не Миши В смысле Отвечает Я думаю Как бы Отвечает Сам себе Вот Миши Эль-Навшо Что он Отвечает Ешев Гам Ешев Ну Мы знаем Что всегда Когда есть Отвойственное Лех Лех Ешев Гам Ешев Всегда Усиление Первоначального Смысля Здесь я думаю Это Ещё Как обитает То есть он Спрашивает себя Таким Затаёбным Вопросом Не решается Его задать Но тем не менее Вот Осмиривается Задать Такой вопрос Где-то Внутри Своего Сердца Внутри Своего Души Он задаёт Живёт ли Вообще Обитает Бог Рядом Со мной То есть вообще Находится он Поблизости от меня Или грубо говоря Он со мной Вообще Рядом И он Отвечает Ишев Гам Ишев Как Находится Окей Дальше Шиарей Ну да Почему Почему Ишев Гам Не шеф А почему Токеда Обитает Какая у него Как логика Как он себя Убеждает Он говорит Шиарей Ведь Душа Ну ведь он Ну ведь это душа Да Ну ведь это вот душа Да Шибы Кирби Которая Внутри меня Которая внутри меня Переворачивает во мне Не ну фа От слова Нефа Она как бы По-русски так нельзя сказать Но дословно Вдохнуто в меня То есть Вдохнуто в меня Да Вдохнуто в меня Ну скажем так Да Это от парафраза На то Как сказано В книге Бриши То создание человека Да На фах Нешама Она Да Создана во мне Или Она Вот Баяде Ашемедбарах Самим Всевышним Всевышний Сам создал мою душу Если он создал мою душу То соответственно Он обитает со мной Потому что это его Это его присутствие Душа Не измеряется Никакими Врачебными препаратами Невозможно понять Сколько она весит Какой у нее объем Где она находится Как ее лечить Какие там таблетки И так дальше Да Но тем не менее Мы знаем Мы уверим В том что в человеке И существует душа Поскольку душа Это часть божественного То как бы Тем самым Бог и обитает в человеке Он обитает человеком Потому что То что представляет Бога душа Она им создана Она ходит в человеке То есть как бы Посланник Бога Это душа Которая находится в человеке Поэтому в нем обитает Вот как бы Вон такая логика Дальше Уман Да Да Нафах Мипиля Нафах Ну это вот Ну это вот Да Это вот В скобках Как бы перевод Сарамейского Миша Миша Нафэх Миша Нафах Миша Нафах Мишело Нафах Нафах Да Но это как бы То что я сейчас сказал Да Это как бы ответ Что Тот кто Ну опять Нафах Это вдохнул Тот кто вдохнул душу От своего вдохнул Опять Душа Это некоторая часть Божественного Божественного присутствия Или Бога В человеке Почему Потому что она его Миша Нафах Мишело Нафах Тот который вдохнул Он от себя вдохнул Часть себя вдохнула Вот как бы Такая льда Умэмэйла Шаруй Шаруй Да Правильно Умэйла Шаруй Бэкерби Ницоц Мимэну Идбарах И тем самым И тем самым Вот по этой Лакавдулы По этой цепочке Логики Шаруй Бэкерби Ну Шаруй Это как бы Находится Находится у меня Внутри Ницоц Искра Да Мимэну В данном случае От него От него благословенного От него благословенного Да И поэтому Во мне в человеке Находится Ницоц Искра От него благословенного Дальше Умэйкан Умэйкан Суэт Суэт Подожди Но это поэль Обычный Умэйкан Суэт Суэт Адам Цаад Носэ Носав Носав Умэйбэйн Ки Умэйвин Ки Ки им Йошэф Илоким Это Адам Да Умэйкан Суэт Адам Цаад Носав Ну Следует Человек Цаад Это след Да Следует Человек Или делает Дополнительный Шаг Цаад Носав И что Умэйвин И что Между ним Нет Зачем Умэйвин И понимает Он делает Дополнительные Дополнительные То есть В своих Умозаключениях Он делает Еще один Шаг И тогда Он приходит К выводу Или понимает Что Ки им Что если Живет Всевышний С человеком Да А человек Это он Кто такой Шо Исо Дом И Афар Весо Фол И Как можно определить Человека Когда мы говорим Про Всевышнего Тут было Что он Гадоль Он Великий Что он Шохэн Бэмрумим Что он Обитает Высях А что Такой человек Лаумадзе Напротив него Исо Дом И Афар Весо Фол Афар Это из Центральная тема Йом Кипура И так дальше Исо Доб Афар Основа Его В прахе Да Он создан В прахе Возвращается В прах Исот Это как бы Основа Основа Его Из праха Либо Он создан Из праха И он Возвращается В прах Да По сравнению С высоким Человек Это только Низкое Он как бы В прахе Его начало И в прахе Его конец Дальше От Это является Знаком Чего Кирох Элоим Шураб Иапа Обитает В прахе Поскольку мы сказали Человек Это прах А тем не менее Бог в нем Находится В виде души То как бы Следующий шаг Говорит о том Что Бог Находится В самом низшем Он находится В прахе Дальше Ум и Хаева Тем не менее Да И оживляет его Да И уж тогда Тем более Да И Шеф И Маляра И тогда Из-за этого Ответ Да И Шеф И Маляра Да Бог действительно Обитает На земле Ну вот Как бы Вывод из всего Этого Умозаключения Дальше Минекудат Мабад Мабад Зе Офех Адам Ацмо Несолам Да Амотсав Арца Ну да Это вот Дальше Тема Лестницы Якова Дальше Это тема Лестницы Якова Очень Я бы сказал Правильная Интересная Философия О том Какое Предназначение Человек Что мы сейчас Говорили Что есть Как бы Разнесенность Он Бог Высех Он Это А человек Наоборот Прах И начало Его прах И конец Его прах И весь Он значит Прах Тем не менее Всевышний Обитает В этом прахе Сколько В этом прахе Существует Его часть Как бы Душа А в чем Это смысл Человека Окей А вот Смысл Человека Вот это Да Вот это В этом В этом абзаце Это написано Минакудат Мабадзу Дальше От этой Из этой точки Ну Исходя Из Как бы Этого представления Минакудат Мабадзу Превращает Человека Самого Человек Превращается И сам Превращается Превращает Себя Да Во что В лестницу Правильно Стоящую На земле Стоящую на земле А Лова Ее Верх Правильно А главой Достигающей Небес Небес Да 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 Махриза Бе Эцем Нох 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 Хата А душа Душа Да Ашура Бекирбо Обитающая Обитающая Внутри Него Или Внутри Него Обитающая Внутри Него Махриза Бецен Нох Хуто Она Объявляет Самим Фактум Своего Существования Бецен Нох Хуто Но Нох Нох Хуто Это Присутствие А Бецен Это Самим Присутствие Она Заявляет Объявляет Самим Своем Присутствие И Что Да Действительно Обитает Всевышний Или Всевышний Техида Обитает На земле Да Она Восклицает Она Махриза Что Она Махриза Да Бог Действительно Находится На земле И Она Это Как Б Говорит И Интон Национно Лобе Симан Шейла Симан Шейла Это Вопросительный Знак Она И Говорит Это Не Вопросительно А Утвердительно Элобе Симан Крия Симан Крия Это Восклицательный Знак Не Задается Вопросом А Говорит Это Утвердительно Симан Крия Окей Давайте Аня Передавляем Да Ну Я Может Хотите Да Может Закончим На этом Да Давайте Вот Тем более Что Как бы И Концептуально Это Место Подходящее Для Основной Ну По-моему Очень Интересно Каждый Может Как бы Дополнительно Обдумать То Что Здесь Сказано Мне Кажется Что Это Очень Интересный Ну Как бы Позитивный Вообще Подход И Который Пытается В общем По-видимому Разрешить Какие-то Основные Теологические Философские Проблемы Существования Человека Я бы Осмелился Так Сказать Окей Хорошо Закончим На этом Да Спасибо Спасибо Окей Тогда Всем Счастливо Пока Срочно Счастливо Спасибо Спасибо Пока Пока